Астролог Татьяна Ермольевна изучила их сообщения. Здравствуйте, Татьяна. Да, доброе утро. Здравствуйте. Я в последнее время частенько по субботам работаю, поэтому я в курсе, что мы в коридоре затмений и подходим к этапу солнечного затмения 8-го числа. Как в это время необходимо себя вести, на что вообще можно рассчитывать, как к нему готовиться? Ну, затмение у нас начинает очень сильно влиять где-то за 2-3 дня до своей реализации, да, поэтому потихонечку мы уже входим вот в самое сердце этого солнечного затмения. Это самое главное затмение весны. Она даёт очень много энергии, очень много оптимизма. И если мы говорим про готовность, то надо наблюдать за своим настроением, как вот эта космическая энергия на нас влияет. На одних она будет влиять как раз-таки повышением настроения, желание что-то делать срочно и получить результат. А другие могут, наоборот, ощущать какое-то давление сильное от окружающих, может быть, состояние депрессии или меланхолии появляется. Поэтому надо смотреть, следить за настроением. Если настроение как раз-таки рваться в бой и получать результат, значит, лучше всё-таки рваться в бой, получать результат. Но именно сейчас. Да, прислушиваемся к нему. Да, это где-то вот, получается, 2 дня затмения. Затмение лучше само по себе этот день провести спокойно, и 2 дня после. Самое яркое время. А вот если всё-таки у нас настроение не очень, да, такое вот как-то нам тревожно. Как в песне Леонтьева «Затмение солнца темнит небосвод», и там же затмение сердца какое-то нашло. Да, совершенно верно. И что тогда делать? Тогда лучше провести в спокойствии. И всё, что нас напрягает, вот как раз от себя отсечь в это время. Стоит ли предпринимать какие-то серьёзные шаги, или, может быть, стоит подождать, переждать вот это затмение? Вдруг помутнение в голове какое? Это, конечно, всегда разумно, немножечко дать отстояться, да, этому чувству, этому желанию что-то реализовать. По идее, вот эта неделя, которая нас ожидает, она решающая. Если за неё наша готовность что-то делать никуда не денется, то, собственно говоря, значит, надо этой готовностью воспользоваться. Опираясь вот на то самое внутреннее чутью, даже если оно подсказывает разрубить все гордивые узлы. Ну, в целом, да. Или же ждать? Ну, всё зависит от контекста, и, как я говорю, от конкретной карты её прогноза. Но, как я сказала, интуиция всё-таки сейчас очень мощная. Если в начале недели, когда у нас затмение, и два дня после него стоит затаиться, как вы сказали, а потом, когда затмение прошло, ведь его ещё действие будет продолжаться, что во второй половине недели делать? Вот это как раз хорошее время для того, чтобы начинать какие-то старты. Овен нам дает очень много энергии. Это потрясающее время для того, чтобы даже самые из нас сомневающиеся решились на какой-то первый шаг. И вот вторая половина недели, даже ближе к концу, это уже время, когда у нас как раз-таки будет холодный разум, и мы можем вот первые шаги, первый старт какой-то реальный реализовать. Может быть, всё-таки должно быть в основе милосердия, дружелюбия, эмпатии вот на эти ощущения опираться или нет? Ну, вообще, мы всегда судим о характере периода по именно характеристике знака. Овен вообще-то не про милосердие, не про дружелюбие, не про миролюбие. Это воин настоящий, да, и он требует того, чтобы все шли за ним, все его признали лидером, и, собственно, все его идеи были признаны как единственные важные. Да. Поэтому вот я, эго, сейчас самое яркое, сейчас самое звучащее, поэтому это время лидеров. И все сомневающиеся именно поэтому сейчас будут сильнее всего страдать, потому что большая нагрузка идёт. Если подытожить, каким будет девиз недели? Я есть. Да. Прекрасно, мне нравится. И мне нравится. Все за мной. Ой, Света. Да, я есть. Все за мной. Спасибо. Спасибо. Возвольный прогноз от астролога Татьяны Ермолиной. Украсил, дополнил, насытил в наше утро. Спасибо. Благодарю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok